Всем привет-привет! Меня зовут Настя Макарская и это мой бьюти-блог. Добро пожаловать! Сегодня у нас видео про покупки белорусской косметики. Здесь в основном вся белорусская косметика. Какая-то косметика уже стала моими фаворитами, какая-то косметика новая и немножко еще классной российской косметики. Я думаю, что девочкам из России тоже будет это интересно. Давайте уже скорее начинать. Расскажу сразу про продукты, которые я обожаю, люблю, покупаю просто каждый месяц уже полтора года. Это линейка белорусская для лица. Линейка называется Акваактив от Велит Витекс. Буду показывать сюда, наверное, это будет проще. Девочки, я очень люблю эту серию. Во-первых, она имеет очень приятный такой аромат. У меня из этой серии есть абсолютно все. И крем под глаза уже, и крем для лица, и вот такая умывалка, и тоник. Так что да, накупила я себе всего опять, потому что все закончилось. И первая это пенка для умывания. Мне она очень нравится. Нравится тем, что она, в принципе, достаточно не пересушивает мою кожу, хорошо ее очищает. Я вот этим средством пользовалась уже полтора года, и пользуюсь постоянно. Мне очень нравится. Я использую его в качестве снятия косметики. То есть я им пользуюсь после того, как я умылась мицеллярной водой, сняла косметику с глазок, и потом умываюсь вот этим средством. Как бы да, очищая свое лицо. Мне очень-очень сильно нравится. Так что вам тоже советую. Девчонки, стоит 1 доллар, и очень классная вещь. Расход у нее потрясающий просто, и хватает где-то на 2-3 месяца. Поэтому очень выгодная покупка. Обратите, пожалуйста, на нее свое внимание. Мне эта линейка очень хорошо подошла. У меня кожа такая достаточно комбинированная, и мне подходят не все средства, особенно белорусская косметика мне в целом не подходит. Когда я больше чем год назад нашла эту косметику, именно эту серию, мне она очень понравилась, подошла, и я больше ей не изменяю. Поэтому обратите внимание, очень хорошо снимает остатки косметики, очень хорошо можно умываться с утра, и действительно чувствуется увлажнение. Очень классная вещь. И из этой серии тоник. Я уже рассказывала, что на вот такую вот бадью пеночки, пеночки для умывания, она очень нежная, расходуется обычно 2 тоника. То есть тоники у меня вообще расходуются очень быстро. Хотя, в принципе, и пенкой, и тониками я пользуюсь и с утра, и вечером. Вот, тоники очень приятные, имеют такой легкий какой-то увлажняющий аромат. Увлажняющий аромат. Очень, сами по себе, очень увлажняющий, и очень такой свежий, очень вкусный. Вот крем из этой серии для лица, он пахнет дынечкой, я уже рассказывала, мне очень нравится эта серия. Я почему-то в последнее время начала обожать средства, которые наполняют мою кожу влагой, которые помогают просто мне себя чувствовать комфортно. Мне почему-то в последнее время жутко не хватает какой-то влаги, и я стала обожать все увлажняющие маски, ими часто очень пользуются. В общем, да, люблю, обожаю. Так что вам тоже советую, стоит этот тоник 1 доллар тоже. Дальше решила попробовать, взять на пробу вот эту серию Гидроэффект. У меня из этой серии Гидроэффект уже есть маска для лица увлажняющая. Она просто потрясающая, она очень круто увлажняет лицо. И я решила попробовать из этой серии мягкий гель для ежедневного умывания, свежесть и увлажнение для всех типов кожи. Он так вкусно пахнет, прям действительно, вы знаете, каким-то очень свежим таким ароматом, очень приятненьким. Стоил этот гель тоже 1 доллар. Вся, в принципе, белорусская косметика, она стоит в районе 1 доллара. Очень понравился мне этот гель. Просто пока просто по своему аромату буду тестировать, и потом вам расскажу. Гидроэффект называется серия. Так, что еще взяла из белорусской косметики для волос? Сейчас покажу много средств интересных. Во-первых, уже пользуюсь, уже видите, сколько использовала. Это мой третий флакончик из этой серии. Это серия Гладкие и ухоженные. Вот такая розовая серия из белорусской косметики. И это спрей ламинирования с маслами для всех типов волос. Потом сейчас у меня на волосах нанесен этот спрей. И вы видите, насколько действительно мои волосы блестят. С этим спреем мне очень нравится им пользоваться. И как я им пользуюсь? Я им пользуюсь двумя способами. Первый способ – это когда я помыла волосы. Я немножечко, буквально они минуточку побыли. И я наношу дальше вот этот спрей себе на ручки или на волосы. И укутываю его в волосики полотенчиком. Дальше полотенчика я снимаю где-то через минут 20. И у меня потрясающе увлажненный, очень красивый блонд. Мне очень нравится. И второй способ, как я его использую. Я его использую на сухие волосы с утра. Когда у меня, например, второй, третий день укладки. Я хочу придать свежее своим волосам и придать блеск. Для меня это очень важно. И поэтому я беру обычно вот этот спрей и наношу на волосы. У кого волосы жирные, однозначно это средство не подойдет. Потому что это не просто спрей. Это можно сказать просто масло. Которое действительно очень хорошо на ваши волосики вот ложится. Придает такой, знаете, какой-то кукольный блеск. Мне кажется, для блондинок просто нереально. Какая-то находка очень хорошо спасает волосы. И немножко они не такие сухие становятся. Поэтому люблю, обожаю. Обратите внимание, стоит 2 доллара. Гладкий и ухоженный спрей ламинирования. Вот так вот выглядит. Маленькая, кстати, баночка. Не такая большая, 100 миллилитров. И здесь, кстати, написано то, что здесь есть ОФ-защита. Вот. Дальше. Средства для волос, которые я уже попробовала. И осталась просто в восторге. Я очень люблю различные спреи. Без спреев для волос, для таких, для расчесок, я вообще не могу. Потому что у меня волосы вьющиеся, и их нужно распутывать. Они достаточно жесткие. И я постоянно покупаю какие-то спреечки. И вот я пришла в белорусский магазин, где я обычно всю эту косметику покупаю. Заводь острый в чистоты. И, девочки, я не нашла ни одного спрея для волос. Ни вообще ни одного. Ни белорусского, ни какого-то другого. Без скоро ничего. Мой спрей остался в Турции. И я приехала сюда. У меня нет спрея. И я думаю, боже, что же делать? И мне нужен какой-то спрей. Я зашла в детский отдел. В детском отделе с шампунями стояла марка «Принцесса». И спрей для волос послушные кудряшки для легкого расчесывания. Стоил такой спрейчик 2 доллара. Кстати, косметика для деток стоит дороже, чем для родителей. Вот. Там все шампуники, бальзамы стоили дороже, чем белорусские. Здесь такой распылитель. И вы просто пырскаете вот такой там волосы на свои. То есть, это такой увлажняющий спрейчик, которым можно пользоваться после мытья волос. Вот. Здесь такая принцессочка нарисована. И можно его также использовать просто на сухие волосы, чтобы их увлажнить. Что здесь написано? Предотвращает спутывание. Обладает антиэстетическим эффектом. Экстракт алоэ питает и защищает волосы. Экстракт шелка придает волосам блеск. Я начала смотреть, читать состав. Здесь очень хороший состав. Действительно. Вот послушайте, какой состав. Значит, здесь дионизированная вода. Дальше идет глицерин. Дальше идет касторовое масло. Дальше идет витамин В5. Дальше идет у нас экстракт алоэ. Экстракт шелка. И все. И в принципе остальные компоненты. Два на последнем месте. То есть в принципе вредного здесь ничего нет. Очень хороший спрей для малышечек. Мне очень понравилось, как он увлажняет волосы. То есть волосы сразу какие-то очень мягкие, легкие. Понравилось. Так что я думаю, что буду еще брать и пробовать различные детские такие спреи для волос. Так, дальше. Я приобрела еще также из белорусской косметики. Вот такое. По-моему, белорусская косметика это. Да. Репейное масло с маслом зародышей пшеницы. Вот так вот оно выглядит. В прошлый раз я брала с красным перцем. Сейчас вела с зародышами пшеницы. Восстанавливает структуру, придает блеск, усиливает рост. Вот. Стоило ровно 1 доллар. Наношу обычно на корни. Вот. Хорошее средство. Уже не первый раз беру. Хорошо укрепляет корни волос. Дальше. Решила попробовать вот такой белорусский бальзам. Бальзам восстановления с антистатическим эффектом для поврежденных волос с маслом льна. Здесь в составе действительно вот такая баночка. Вот. Видите, серия называется Сила природы. Белита. Я увидела обзор одной девушки из Сочи, блогера, на эту маску. И она рекомендовала ее очень сильно. Говорила, что Сила природы просто потрясающая какая-то серия. Но, девочки, шампунь не берите из этой серии. Почему? Потому что он абсолютно химический. Там нет никаких масел в составе. Ой, кстати, очень круто пахнет. Обожаю. Такие ароматы. Так что попробую, потом вам расскажу. Стоила маска тоже чуть больше доллара. Дальше вот такое средство. Доктор Репейник. Полтора доллара стоил этот шампунь. Это уже у нас российский шампунь. Если я не ошибаюсь, да, это российский шампунь. Марка Доктор Репейник вот такая. И это у нас укрепляющий биошампунь для ослабленных и поврежденных волос. Листья крапивы на натуральном масле Репейника. Действительно, очень хороший состав. Я постоянно обращаю внимание на составы. И здесь у нас в составе сразу же на втором месте идет экстракт листьев крапивы. Идет на третьем месте масло Репейника. На четвертом месте экстракт череды. Чая Куильского. Масло Плаговшиповника. Различные другие масла. Зародыши пшеницы. И бла-бла-бла. Вот, конечно же, в этом шампунь есть на предпоследних местах лауреософат и глицерин. Что не является, конечно же... Ну, содиум лауреософат. Что не является, конечно, очень хорошим. Но он стоит практически на последнем месте. То есть его здесь очень мало. Здесь действительно очень много органических таких компонентов. Очень много масел. И он прям такой, знаете, он такой густой. Здесь в баночке будет вам не видно, конечно же. Но он просто здесь густочайший. И он так вкусно пахнет. Я очень в последнее время полюбила, чтобы шампуни, вот, знаете, пахали какими-то травками. Какой-то... Чтобы от них вот прямо они были натуральные-натуральные. Вот пахли прям травами. В последнее время почему-то я стала обожать травяные запахи именно для шампуня и масок. Поэтому очень понравилась мне его текстура маслянистая, густая. И мне кажется, что он будет хорошо работать. Я почему-то в этом уверена. Обязательно вам расскажу в пустых баночках или фаворитах. Если будет фаворитом, обязательно вам расскажу. Дальше. Скоро будет сладенькое. А пока... Пока последний продукт. Это фрукты в сливках. Морская соль с пеной для ванн. Очень я люблю эту марку. Это тоже российская косметика, если я не ошибаюсь. Не знаю, здесь даже... А, да. Санкт-Петербург. Российская марка. Соль 500 грамм. Стоила на 1 доллар. Очень дешевая. Я решила попробовать, потому что аромат просто потрясающий. Брала также с грибпрутом. Очень нравится. Но решила попробовать эту. Итак, сейчас гвоздь программы. Это тональники. Тональники белорусские. Люкс Визаж. Вот такие вот. Я вам уже рассказывала, что у меня есть тональник. Мы проводили с вами тест на этот тональник. Тональник 11 тон. Люкс Визаж. Крем тональный матирующий. Нежная текстура и длительный эффект. Вот такая совсем абсолютно простая баночка, в которой действительно содержится очень крутой тональный крем. Тональный крем этот стоил 2,5 доллара. С моей скидкой, если будете покупать без скидки, он будет стоить 3 доллара. Девочки, цена потрясающая. До этого я пользовалась тональным кремом постоянно от Буржуа уже много лет. И на данный момент тональник от Буржуа стоит 15 долларов. Разница колоссальная. 3 доллара, 15 долларов. Но мне нужно от тонального крема обязательно эффект мотирования и эффект очень хорошей тонировки. Я не люблю тональные крема, которые, простите, ничего не мотируют, ничего не скрывают. И это огромная проблема дешевых тональников, особенностей белорусских тональников. Они все какие-то красные, они все какие-то рыжие, они все какие-то отвратительные в том плане, что они просто ничего не перекрывают. И я не вижу смысла в тональном средстве, которое ничего вам не перекрывает. Если вам не нужно никакое перекрытие, то тогда вообще не пользуйтесь тональным кремом. Зачем пользуйтесь тональным кремом, если он ничего не скрывает? Это единственный тональный крем в белорусском сегменте, который работает, поверьте мне, визажисту с большим стажем, с большим опытом, который тестировал практически все тональные крема белорусские. Ну не то, что все. Все, действительно, я тестировала абсолютно все тональные средства белорусские. На жестком тест-драйве все они просто полиотвратительные. Вот это очень качественная вещь. Если вы себе хотите такой хороший тональник, который действительно будет иматировать и хорошо дорого смотреться на вашем лице, то бегом в магазин и берите тестеры Luxe Visage, тестируйте на своем лице, подбирайте оттенок. Так, сразу скажу, что тоже есть в этом сегменте, в этой линейке, тоже есть такие достаточно темные, либо красноватые, рыжеватые цвета. Какие цвета самые крутые? Если вы, девочка, светленькая, то вам очень подойдет оттенок одиннадцатый, топленое молоко. Он, в принципе, вот он у меня был, он, в принципе, очень нейтральный, он проходит практически всем. Там, кстати, есть, по-моему, первый оттенок, который подходит также, он такой самый светлый. Вот, смотрите, вот так вот он выглядит. Очень хорошо распределяется тональный крем. Имеет желтый потом, немножко такой желтый, но все-таки топленое молочко. Смотрите, как красиво он смотрится на руке. Насколько у него красивый финиш, то есть он в то же время и матирующий, и натуральный. Имеет какое-то натуральное внутреннее сияние, очень круто. Я решила попробовать двенадцатый тон ванильный беж. Я сейчас достаточно загорела, я захотела попробовать для себя все-таки более темный тон. Вот, и купила этот. Сейчас мы его тоже протестируем. Он немножко такой, конечно, уже темненький, для темненьких девочек. Но не просто сильно темных, я сейчас тоже не особо сильно темная. Вот он. Смотрите, какой он красивый. Сейчас я его распределю по ручке. Вот он. Смотрите, просто какая-то идеальнейшая кожа. Он настолько разглаживает кожу, он настолько не забивается в ваши поры, что это просто какая-то сказка за три доллара. Поэтому обязательно попробуйте, очень стойкий, очень долго держится. Матирующий перекрывает ваши недостатки, перекрывает синяки, перекрывает прыщи. Еще что-то накладывать его нужно обязательно только вот такой кистью. Кисть обычная кабуки, продается в любых марках. Можно купить и в белорусском магазине. Например, в марке Luxe Visage есть такая кисть. Они есть такие кисти на Алиэкспресс. В любых марках других тоже они есть. Главное, чтобы вот очень сильно набитая кисточка, плотненькая, видите, плотненькая. Никакие не плоские кисти, никакие не бьюти-блендеры. Под эти тональные средства подходит именно такая кисть. И вы этой кистью просто вот так вбиваете тональный крем в свою кожу. И становится очень действительно красивое покрытие. Поэтому вам действительно рекомендую очень хороший тональный крем. Обратите свое внимание. Потому что я от него действительно в восторге. Так что Luxe Visage меня, конечно, радует такими динамиками. Запомните тон 11 топленое молоко. Очень красивый, такой светленький чуть-чуть. И для более загорелых уже девочек на лето 12 ванильный беш. Но если вы совсем белоснежка, особо нигде не были за границей, то 11 топленое молоко вам очень понравится. В общем, будете в магазине, тестируйте 12 и 11 тон. Вот, ну, 11 он просто совершенный. Поэтому да. Вот такие у меня были сегодня покупки. Надеюсь, видео вам будет полезным. Вы тоже чем-то вдохновитесь таким. Вы хотите себе что-то купить. Огромное спасибо за просмотр. И пока-пока.